Добрый вечер! В эфире Чиста Ньюз. В студии Валерия Житков. И начнем мы выпуск с краткого обзора новостей прошедших дней. На днях Нацбанк Украины объявил аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот в рулонах номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Однако аукцион не состоялся, так как для участия в нем зарегистрировался всего лишь один человек. Видимо, другие топовые чиновники этой весной переклеивать обои в своих особняках не планируют. Политические теледебаты на общественном канале ЮАПерши прошли без Юрия Бойко и Олега Ляшко. Из заранее заявленных кандидатов в президенты в студии находился только лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко, а его оппонентами выступили два манекена. Но что можно сказать? В этих дебатах Анатолий Степанович явно казался убедительнее своих конкурентов. У Олега Ляшко была уважительная причина. Он в это время находился в городе Лубны и катал детей на своем ляшкобусе. Но этим Олег Валерьевич показал себя очень дальновидным человеком. Но раз с этими выборами опять не получилось, пора начинать работать с будущими избирателями. Следующие новости предлагаю обсудить более подробно. Как сообщает интернет-издание страна UA, 26 марта в Киеве прошла закрытая встреча Петра Порошенко, цитирую, с лояльными к нему блогерами, так называемыми парохоботами. На наш взгляд это не совсем корректно. Правильнее будет сказать, прошла встреча с парохоботами, так называемыми блогерами. Судя по фотоотчету с мероприятия, даже тем, кто открыто поддерживает действующего президента, на встрече было заметно скучно. Ну а как по-другому, все в зале Запорошенко некого ни оскорбить, ни облить грязью. Среди блогеров был замечен полтавский священник Александр Дедюхин, который сразу после встречи выложил на своей странице Facebook вот такую забавную картинку. Как видим, даже священник на этом мероприятии смог обучиться азам фотошопа и черного пиара. О других новостях с предвыборных полей нам расскажет Евгений Кышевой. Здравствуйте. До выборов остаются считанные дни и в СМИ активно обновляются в который раз считанные рейтинги кандидатов. А еще появляются более точные, более интересные подробности, связанные с предстоящим голосованием. Так, допустим, в частности в Харькове и Киеве были выявлены квартиры, в которых зарегистрировано по несколько сотен избирателей в каждом. Я думаю, что не стоит делать поспешные выводы. Возможно, это с предстоящими выборами никак не связано. Просто с нынешней экономической ситуацией мне кажется, что некоторым гражданам аренду квартиры что в Харькове, что в Киеве просто не потянут. И как по мне, кто кто, а вот эти граждане точно пойдут голосовать. И для них это шанс побыть наедине в просторной метровой кабинке. Также стало известно, что по данным госреестра на сегодня в Украине чуть более трех миллионов зарегистрированных избирателей уже нет среди живых. То есть, другими словами, благодаря админресурсу и политически-спиритическому сеансу, вскоре мы сможем не только услышать, но и подсчитать голоса умерших. Но к нашей с вами радости интересует кандидатов не только мертвые души. Также сайт 24TV изучил, что обещают потенциальные гаранты украинским пенсионерам. Так вот, например, Олег Ляшко обещает дояркам пенсии больше, чем у прокуроров. Как по мне, то это, по крайней мере, нечестно по отношению к некоторым прокурорам, которые за свою жизнь надоили чуть больше, чем самая почетная доярка. Если же Ляшко когда-нибудь исполнит свои обещания, то нас ждут новости, типа, сын мажор доярки пьяным попался за рулем шикарного внедорожника. Ну, внедорожника, в смысле, трактора. А вот Юлия Тимошенко в случае своей победы уверяет, что остановит пенсионную реформу и вернет старые правила выхода на пенсию. То есть, таким образом, если Юлия Владимировна побеждает, она сразу попадает под первое гособеспечение, а по окончании срока сразу под второе. Видите, как человек заботится о незалежной и рибной себе. Ну и в завершении поговорим о том, кто свою старость точно обеспечил. Петр Алексеевич Порошенко разместил по стране билборды с надписью «Думай», с надписью и узнаваемой стилистикой. Тут же пользователи в сети сравнили этот билборд с билбордом Тимошенко «Думаю» и обвинили Порошенко в плагиате. Я думаю, что плагиат уже давно стал предвыборным мейнстримом и предлагаю другим кандидатам тоже не отставать. Сергею Каплину уже по сложившейся традиции после Тимошенко пора выпустить билборд «Думаю» в четыре разы бильж. Олег Ляшко запустит слоган «Думай радикальнейший», а лидеру оппозиционной платформы выпустить бигборды с надписью «Думай за життя Бойко». Я же в свою очередь ни за кого не собираюсь скрыто агитировать, просто прошу перед выборами всех задуматься. На этом у меня все. До свидания. Спасибо, Евгений. Мы продолжим. Журналистка Ирина Полищук проанализировала, как отдыхают кандидаты в президенты. Итак, в статье сказано, что действующий президент Петр Порошенко практически не отдыхает. По словам его невестки, он возвращается с работы в 3-4 часа ночи, а в 9 снова идет на работу. Ну, возможно, просто Петр Алексеевич так поздно приезжает домой, потому что после отдыха на Мальдивах все никак не может перестроиться на наш часовой пояс. Что касается Юрия Бойко, то он активно увлекается спортом. Юрий Анатольевич интересуется футболом, хоккеем, каждые два дня занимается боксом, катается на велосипеде, а также на горных и водных лыжах. В целом, складывается впечатление, что основное занятие Бойко все-таки спорт, а политика – это просто хобби. А вот нардеп от оппозиционного блока Михаил Доткин отдыхает куда веселее. На днях Михаил Маркович выложил в свой твиттер видео, на котором он с друзьями музицирует на улицах Амстердама. Давайте посмотрим. Пожалуйста, проходите. Ну что ж, судя по пустому чехлу от гитары, честным трудом зарабатывать не так-то просто. Да, кстати, рядом с Михаилом Марковичем нет его брата Дмитрия, но это легко объясняется, учитывая, что это все-таки Голландия. Дмитрий, скорее всего, куда-то отошел по своим делам. Ну и напоследок забавная новость. Во Львове полиция задержала грабителя, который проник в дом и, пока хозяева спали, принял душ. Короче говоря, помыться успел, а смыться не получилось. Что ж, если цены на коммуналку будут расти такими же темпами, то скоро в стране появится новая форма преступности. Злоумышленники будут взламывать квартиры для того, чтобы погреться возле батареи или вскипятить чайник за чужой счет. Это были все новости на сегодня. Встретимся с вами завтра вечером сразу после выпуска ТСН. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ